Весентирование Начинаем третий день нашего семинара по основам ислама. И сегодня в первой части, в первом нашем уроке, мы переходим ко второму столпу веры. Второй столб веры – это вера в ангелов, как указано на доске. Прошу открыть нашу методичку на странице 4. Итак, ангелы. Для христианской традиции, для христианского общества особо не новое понятие – ангелы. Это изображают определенных мужчин с крыльями и так далее. Потому что христиане в свое время тоже имели правильное описание, но со временем оно исказилось и было отменено Священным Кураном. Так что же мы знаем про ангелов с точки зрения ислама? Все можно свести к нескольким позициям. Это творения, которых Аллах создал из света. То есть первая особенность ангелов – что они являются творениями. Соответственно, они не являются творцом и так далее. И, соответственно, они не заслуживают поклонения. Как и все, что кроме Всевышнего Аллаха. Никто и ничто не заслуживает поклонения, кроме Аллаха. Это первое. Вторая особенность, которую нам нужно знать – они созданы из света. Кто мне напомнит, из чего создан был человек? Из звонкой глины? Ну, грубо говоря, из земли. Скажем, из звонкой глины. В одной части Курана говорится, в другой части говорится просто из глины, в третьей части из земли и так далее. Человеческая сущность, если мы проведем такую параллель, вот человек из земли создан. Или лучше здесь. Вот земля. Земля – это равно человек. В своей основе. Понятно, что каждый из нас с вами уже не из земли, он уже из плоти и крови. Но первый человек Адам, мир ему, был создан из земли. То есть человеческая природа, она некая приземленная. Хорошо. Изобразим свет таким образом и назовем его свет. Соответственно, свет – это ангелы. Ангелы – это нечто возвышенное. То есть человек – нечто приземленное. Ангелы – нечто возвышенное. И посередине, условно сделано, огонь. Это огонь. Это джинны. Это мир сокровенного, которого мы не видим, но он видит нас. И это джинны. Джинны. Они созданы из огня. Так вот, джинны – это нечто среднее между ангелами и человеком. Мы вернемся к этой иллюстрации еще сегодня. Вера в ангелов. То есть вторая особенность – это они созданы из света. Третья особенность – они поклоняются Всевышнему Аллаху. То есть они всегда поклоняются Аллаху. Они не такие, как человек или как джинны. Среди людей есть верующие и неверующие. Среди джинов тоже есть верующие и неверующие. Назовем их верующие, неверующие, верующие, неверующие. Ангелы все верующие. Они никогда не ослушаются Всевышнего Аллаха. Они поклоняются Аллаху и беспрекословно выполняют его повеление. То есть невозможно, просто невозможно априори, чтобы ангел ослушался Аллаха. Поэтому возвращаемся к нашей иллюстрации. С точки зрения ислама, сатана, сатана, он не относится к ангелам. Мы еще к этой истории вернемся. Но он относится к джиннам. Почему? Потому что ангелы в основе они не ослушаются Аллаха. Джинны же, среди них есть верующие и неверующие, так же, как и среди людей. И в Куране говорится, что в свое время сатана, иблис, прежде чем он стал сатаной, он поклонялся Аллаху настолько усердно, что его уровень поклонения достигал ангелов. Но когда Аллах создал первого человека Адама своей рукой и приказал всем ангелам и всем созданиям вообще поклониться в качестве покорности Аллаху, все поклонились, кроме Иблиса. Он, как говорится в Куране, то есть он отказался, возгордился и стал из числа неверующих. То есть одним из числа неверующих. То есть вот это неповиновение Аллаху его опустило до уровня этого неверующего. Поэтому все, в принципе, неверующие джинны, они называются шайтаны. Шайтаны. Или же сатана. Эта сравнительная схема позволяет нам представить, кто такой человек, кто такие джинны, кто такие ангелы. Так вот, ангелы, они всегда поклоняются Аллаху. Это третья особенность. Дальше мы заметили, они не обладают никакими качествами творения и никакими качествами божественности. То есть им нельзя посвящать свое поклонение. Далее. Их количество велико. То есть количество, количество знает только Аллах. Только Аллах знает их количество. Это не один, не два, не три, не пятьдесят. То есть каждый, кто скажет, что количество ангел такое, это будет неправильно. Потому что количество ангелов знает только Аллах. Вера в ангелы включает в себя три составляющие. Вера в ангелы, условно назовем, включает в себя три составляющие, как мы любим рисовать. Первое – это вера в их существование. То, что Всевышний создал ангелы, и они существуют. Нельзя отрицать существование ангелов. Это противоречит исламу. Вера в тех ангелов, имена которых нам известны. Например, ангел Джибриль, Микаиль, Исрафиль и так далее. А также и тех ангелов, имена которых нам неизвестны. Вторая составляющая веры в ангелов – это вера в качество ангелов. То есть как они выглядят, как они вообще изображаются перед человеком. В основе – мы не можем увидеть ангелов, но в определенных ситуациях Аллах позволял какому-то человеку увидеть ангела. Например, тот случай, когда ангел пришел в облике мужчины, красивого мужчины с темными волосами, пришел к пророку, когда пророк, мир ему, сидел со своими сподвижниками. И в тот момент ангел Джибриль, по воле Аллаха, был воплощен в мужчину, в облике мужчины. Также однажды пророк Мухаммад, мир ему, видел ангела Джибриля в его истинном облике. То есть не в облике человека, понятном для простых людей, а в истинном облике. То есть его крылья, они закрывали, крылья ангела Джибриля, закрывали все, что между востоком и западом, весь горизонт. И у него было 600 крыльев. И третье. То есть второе – это качество ангелов. Качество ангелов. И третье – это определенные дела ангелов. Дела ангелов. Например, ангел Джибриль, он отвечает за донесение откровения. То есть последний пророк и посланник, которому было приказано донести откровение, это посланник Аллаха Мухаммад, после которого не будет других пророков. И вот ангел Джибриль доносил всем пророкам и посланникам откровение от Аллаха. Например, ангел Микаиль, ответственный за неспослание дождя. Ангел смерти, у которого нет имени, но который отвечает за то, чтобы забирать души людей, верующих и неверующих, в момент смерти. Ангелу, которым приказано записывать все действия, все слова человека. Справа сидит ангел, который… На правом плече сидит ангел, который записывает добрые деяния, а на левом плече сидит ангел, который записывает плохие деяния. Это то, что оказалось верой в ангелов. Вкратце, особенности ангелов, отличия между людьми, джиннами и ангелами, и также составные части веры в ангелов. Продолжение следует...